В Самаре созданы условия для активного развития всех сфер малого бизнеса. Если вы подыскиваете идею для начала собственного дела, стоит обратить внимание на бизнес по продаже мебели. Многие предприниматели не рассматривают этот вариант, так как считают мебельное направление слишком затратным, сложным, долго окупаемым и, главное, высококонкурентным. Тем не менее, на практике дело обстоит с точностью до наоборот. В этом выпуске программы «Малый бизнес. Большие успехи» один преуспевающий самарский предприниматель малого бизнеса поделился своим опытом становления компании и даст советы для тех, кто хочет открыть свое дело. В 90-е годы у Сергея Васильева был абсолютно немебельный бизнес. Как сейчас говорят, магазин тысяч мелочей, где можно было купить все, начиная от запчастей и заканчивая спорттоварами. Где-то к 96-му году появилась такая идея заняться мебелью. И первый наш поставщик был как раз такая крупнейшая фабрика в России, на сегодняшний момент это Шатура Мебель. С 96-го года мы ей занимаемся и начали продажи. Очень интересная такая тема возникла, потому что мебель на тот момент ее, она была все равно в дефиците. Ее не было, спрос был достаточно большой. Стоило только вот привозить и записывать клиентов, вот я бы так сказал, прямо на блокнотик. Поэтому к нам приходили, записывались, мы мебель получали из фабрики и клиентам отвозили. Как только возникла идея собственного дела, сразу же появилось желание работать с чем-то, так сказать, солидным, объемным, настоящим. Стала интересна тема покупки-продажи хорошей мебели, а в тени легкие времена она стала еще и остро актуальной. Продукт, он такой, достаточно сложный, потому что он требует к себе определенного подхода в плане, что он требует сервиса, он требует обслуживания, он требует доставки, сборки. Соответственно, такой комплекс работ, который приходилось проводить, требовало своей какой-то вот такой работы скрупулезной, а не заниматься каким-то оптовым направлением, когда в одном месте взял, в другом месте продал. То есть это было достаточно интересно. Все шло, вот, все по крохам, все по крупицам. То есть от рубля к рублю потихоньку, постепенно, это все были свои какие-то накопления. Самым распространенным способом организации мебельного салона является сотрудничество с производителем мебельной продукции, мебельными фабриками. Такое партнерство предполагает собой заключение дилерского соглашения предпринимателям с производителем мебели с целью продвижения и реализации продукции мебельной фабрики. Сами фабрики ценовую политику устанавливают самостоятельно, так сказать, диктуют розничные цены, чтобы мы уже среди дилеров и в сети не конкурировали, не дементировали с ценами. Поэтому, если посмотреть даже у всех фабрик, цены по всей России, ну, то есть они у дилеров одинаковые. Бизнесмен Сергей Васильев в первую очередь искал настоящее качество. Уют и комфорт – такую мебель, которую можно было бы выбрать по каталогу, прийти в салон продаж, оценить ее качество воочию и заказать доставку до квартиры. И вот на этот покупательский спрос Сергей и решил сделать ставку. Очень приятно продавать мебель и корпуса, и спальни, молодежные. В данном случае в этой части салона у нас находится такой мощный производитель российской мебели, мебель Дядькова. В основном все модульные программы представлены у нас. Еще одно слагаемое успешного мебельного бизнеса – правильно спланировать расстановку мебели в торговом зале. Стараться, чтобы все модели хорошо просматривались, а ценники были читаемыми с любого расстояния. На первый взгляд это мелочи, но беспорядочное нагромождение мебели затрудняет передвижение людей по магазину. За последние 10 лет все приходит в соответствие. То есть, когда мы начинали продавать мебель, это все было отдельной спальней, то есть не было каких-то, может быть, красивых выставочных экспозиций, то на сегодня можно посмотреть это и в торговых центрах, и у нас, что все так стандартизировано, выставлено. Это, конечно, дает свой успех в плане продаж, что мебель ее, конечно, нужно показывать. Мебельный бизнес является довольно доходным предприятием. При правильной организации дела доходность мебельного бизнеса может составлять до 50% в месяц. Но прежде чем стать дилером мебельной фабрики, нужно составить бизнес-план, изучить все тонкости предстоящей работы, проанализировать потенциальные расходы, взвесить возможные риски. Среди предполагаемых плюсов мебель дилерам по рентабельной цене, статус дилера позволяет предпринимателю максимально быстро запустить мебельный бизнес. Сами фабрики всегда нас будут заинтересованы, потому что одно дело сделать, другое дело продать. Продать тоже нужны специалисты. Всегда очень работать приятно в команде. Всегда советую, значит, пользоваться командным духом, искать партнеров, компаньонов, потому что командная работа всегда дает возможность принять правильное решение. При поиске поставщиков товара для магазина нужно учитывать несколько основных требований к будущим партнерам и предлагаемой ими продукции. Прежде всего, мебель, которую вы закупаете, должна отличаться хорошим качеством и доступными ценами. Но, как и в любом бизнесе, есть свои нюансы, которые нужно знать и, конечно, учитывать. С мебелью всегда очень проблематично, в том плане, что любой цвет или оттенок, он может ли попасть в продажу, либо не попасть. Поэтому производственники всегда такой с головной боли, а что нам сделать? Что нам предоставить покупателю в продаже? Светлый цвет, темный цвет. Ежегодно мы выставляем, буквально коллекция убирается, новая коллекция ставится. Перезапустить механизм и у нас, и на производственном – это трудоемкий процесс. Еще одна тонкость ведения этого бизнеса – это сезонность. Мебель лучше продается осенью. Сезон начинается в сентябре и заканчивается в феврале. Обычно летом люди отдыхают, занимаются ремонтом, а осенью вьют гнезда, обустраивают свое жилище. Но и у каждого предпринимателя есть свой наработанный годами опыт, когда мебель продается быстро, а когда нет. Обычно бывает так, когда ставишь мебель, и она сразу пошла, вот сразу поставил, на второй день ее купили. Это значит, будет спрос на нее, однозначно. Если стоит так вот вялотекущее, и что-то нравится, не нравится, может, покупателям, и она вот продается так вот очень слабенько, то вот она так и будет продаваться. Ну и большое здесь желание, опять же, продавца. То есть это и сотрудников, и консультантов, насколько обучены сотрудники по этой программе, насколько знают этот продукт. Кстати, раз уж мы заговорили про продавцов-консультантов, то скажем пару слов о персонале магазина мебели. От него напрямую зависит успех вашего бизнеса и ваша прибыль. Поставить набор просто в салон – это только часть маленькой работы. Все остальное – это, опять же, обучение сотрудников, подготовка, тренинги, узнаваемость программ. Это надо подходить фундаментально. То есть здесь с мебелью не получится так, что вот поставил и пошли продажи. Ее надо знать. Знать, и я всегда вот говорил своим консультантам, ну, прежде всего, любить. Ну, любить в своем бизнесе всегда все нужно, то, что ты продаешь. Но мебель, наверное, втройне нужно любить. Сейчас в Самарской области насчитывается почти 140 тысяч предприятий всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей. Наша губерния является лидером по численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства среди всех регионов Приволжского федерального округа. Костяк мебельного бизнеса в России, дилерского, он сохраняется, люди работают, партнеры все одни и те же. Приятно снова видеть, что никто с рынка не ушел. Все стараются, работают, и вот это вот очень приятно. На ближайшие пять лет развитие российского малого и среднего бизнеса стало для государства одним из приоритетов. Меры его поддержки будут осуществляться в рамках национального проекта, благодаря которому предприниматели получат доступ к финансовым, информационным и материальным ресурсам. Одним из приоритетов для любого мегаполиса является поддержка малого и среднего бизнеса. Бизнес вести не страшно, что бизнес вести комфортно, потому что в городе созданы все условия. Министерство экономического развития и инвестиции в Самарской области тоже проходят ряд мероприятий, меры поддержки, которые помогают им вот прям поэтапно рассказать, что бизнес вести легко, бизнес это просто, и время бизнеса настало. Сегодня я просто вижу, что молодым предпринимателям создаются бизнес-инкубаторы, предлагается кредитование льготное, что очень приятно, потому что найти средства, какие-то первоначальные обороты, достаточно проблематично, действительно проблематично. Помогают, опять же, вот, может быть, с покупкой каких-то помещений. Ну, то есть видно, что задействованы такой-то стартовый проект, государство заинтересовано, в начинающих предпринимателей молодежь сюда должна все равно приходить. В этом году компания «Милат» отмечает 25-летие со дня открытия и располагает двумя крупными торговыми точками в Кировском районе. Основное наше преимущество, я так считаю, вообще среди всех остальных салонов мебельных, это, наверное, наша высокая клиентоориентированность. Мы очень ответственно относимся к своим покупателям. Каждый человек, независим от своего возраста, пола может стать успешным и выдающимся. Самое главное, чтобы дело нравилось, приносило удовольствие. Неважно, что иногда забывал о еде и сне, главное – стремиться к цели. А достигнув ее, опять ощутить себя у подножья большой горы, вершине которой нужно стремиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова